Венера 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 с общей компоновкой автоматической межпланетной станции Венера-4. Автоматическая станция должна была обеспечить доставку спускаемого аппарата к Венере, проведение научных измерений на трассе полета и в атмосфере планеты, и передать всю информацию на Землю. Станция Венера-4 состояла из орбитального отсека с корректирующей двигательной установкой и спускаемого аппарата. В орбитальном отсеке для точной ориентации в пространстве размещена система ориентации и стабилизации с пневматическими исполнительными органами. Корректирующая двигательная установка КДУ с топливными баками и системой управления. Сложный приемно-передающий радиотехнический комплекс с остронаправленной параболической и малонаправленными антеннами. Системы энергопитания и терморегулирования. На орбитальном отсеке была установлена научная аппаратура для проведения исследований во время длительного межпланетного перелета и в верхних слоях атмосферы Венеры. Спускаемый аппарат предназначался для проведения научных исследований в условиях снижения в атмосфере Венеры и для передачи информации на Землю. С этой целью в спускаемом аппарате была установлена научная аппаратура. Два газоанализатора для определения наличия углекислого газа, воды, кислорода и азота. Два комплекта приборов, определяющие температуру и давление атмосферы на участке парашютирования. А также система автоматики и радиоаппаратура. Неоднократно отрабатывался процесс раскрытия панелей солнечных батарей, радиоантенн и штанги магнитометра. Для проверки и функционирования станции, в том числе и системы терморегулирования в условиях близких к космическим, проводились испытания в специально построенной термобарокамере. В этой камере установлены излучатель, имитирующий солнечный тепловой поток на трассе перелета, и холодные экраны с температурой минус 200 градусов Цельсия, имитирующие поглощение теплового излучения станции космическим пространством. Первым этапом самостоятельного существования спускаемого аппарата является его отделение от орбитального отсека. Отстрел спускаемого аппарата был тщательно отработан на заводских испытаниях. И вот пришло время старта. Передаем сообщение ТАСС. В соответствии с программой исследования космического пространства и планет Солнечной системы, 12 июня 1967 года, в 5 часов 40 минут московского времени, в Советском Союзе осуществлен запуск космической ракеты с автоматической межпланетной станцией в сторону планеты Венера. Отделившись от последней ступени ракеты-носителя и получив вторую космическую скорость, Венера-4 вышла на гелиоцентрическую траекторию. Раскрылись радиоантенны и панели солнечных батарей. Станция в полете. Восемнадцатого октября 1967 года, в 5 часов 37 минут, по команде с Земли, начался подлетный сеанс радиосвязи со станции Венера-4. В начале сеанса была получена информация о состоянии бортовых систем и агрегатов. Затем станция сориентировалась на Солнце и на Землю, развернулась с параболической антенной в сторону Земли и удерживалась в этом положении до входа в плотные слои атмосферы. От установленных на борту магнитометра, счетчика космических частиц, измерителя концентрации заряженных частиц и ультрафиолетового фотометра были получены данные об околопланетном космическом пространстве Венеры. При приближении к Венере станция начала испытывать воздействие атмосферы. Быстро растут перегрузки и температуры. В 7 часов 38 минут автоматически произошло отделение спускаемого аппарата. Временно прекратилась радиосвязь с Землей. Спускаемый аппарат проходил наиболее сложную часть траектории. Участок аэродинамического торможения. После прохождения пика перегрузок и уменьшения скорости движения от второй космической до 300 метров в секунду, по командам системы автоматики произошло введение тормозного парашюта. В 7 часов 39 минут после раскрытия основного парашюта через специальную антенну началась передача научной информации из атмосферы Венеры. Полностью выполнив программу полета и научных измерений в 9 часов 13 минут 57 секунд 18 октября 1967 года автоматическая межпланетная станция Венера-4 завершила свою работу. Итоги полета автоматической межпланетной станции Венера-4 были разобраны на государственной комиссии. Главный конструктор Георгий Николаевич Бабакин доложил о результатах работы всех систем станции. На комиссии результаты проделанной работы обсуждали с представителями различных организаций. Уникальный эксперимент, проведенный советскими учеными и конструкторами, являются новым шагом на пути освоения космического пространства и планет Солнечной системы. Солнечной системы. Продолжение следует... Продолжение следует...